В последнее время в Кашхабском районе ягодным культурам, в том числе и ежевике, уделяется все больше внимания. Она пользуется спросом, а рынок ей особо не заполнен. Вот и по этой причине герой нашего сегодняшнего сюжета, не задумываясь, начал заниматься этим нелегким делом. Воспользовавшись в 2022 году грантовой поддержкой по программе «Агростартап», Артур Тлюпов заложил на своих площадях около двух гектаров корней ежевики. Сам по профессии я юрист, окончил Адыгейское государственное университет, работал в правоохранительных органах, а решил заниматься сельским хозяйством, так как сейчас это востребовано. Узнал о госпрограмме «Агростартап», помогли в мой бизнес, там есть такой офис, в Майкопе «Мой бизнес» называется. Меня там проконсультировали, объяснили, как надо, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Личные средства у меня были на эти все мероприятия. Мне составили бизнес-план в Минсельхозе, все грамотно подсказали. Я, соответствуя бизнес-плану, решил заняться этим делом. И планируем расширять вот эти все наделы, как говорится, увеличивать объем. Планируем в следующем году, может быть, даже на расширение пойти участвовать в другом агростартапе. Получается там до 30 миллионов. Если объемы будут хорошие, доходность, все это, я думаю, поучаствуем в другом бизнес-плане. Там уже идет на переработку продукция. Здесь аренду взял землю, вот как раз для этих всех дел. Коммуникации все есть, газ, свет, вода. Я думаю, с избытом проблем не будет. А почему именно ежевика? Ежевика – это многолетняя культура, очень востребованная на всех рынках нашей России. Там, получается, если взять и по урожайности, она с куста дает около 5-6 килограмм на следующий год уже, когда побеги выскочат. Получается урожайность хорошая, она очень полезная культура. Она идет хорошо на переработку. Из нее можно делать много разновидностей продукции. Ну, то же самое вино, джемы, варенье. Они идут на кондитерские всякие изделия, торты, там, я не знаю, из них делают. Много разновидностей продукции, как бы она этим и заинтересовала. Она хорошо заморозку переносит и транспортировку. То есть до Москвы доедет спокойно. Вот это вот, как бы она и вкусная сама продукция. Очень вкусная, сладкая. Выращивание ежевики достаточно трудоемкое. Такое занятие, говорит руководитель хозяйства. Эта ягода требует регулярного ухода и внимания. Вот вы рассказали о преимуществах, да? О недостатках. Недостатки тоже бывают. Они очень, как бы, ее надо вовремя обрезать, чтобы она слишком высоко не пошла. То есть если обрезать ее на сантиметрах 30, она пойдет в ширину, и побегов больше будет, и урожайность увеличится. И вот этот момент просто нельзя пропускать. По осени уже надо вырезать засохшие побеги и оставлять уже более зеленоватые, которые уже могут дальше продолжать рост. Ну, это как виноградник. За ним надо следить и следить. Это не малина, а обрезал и забыл. Тут надо находиться в сезон, каждый день, как говорится, чтобы следить за этим процессом, чтобы не упустить именно побегозамещение, которое идет, его надо вовремя пресекать. Ни для кого не секрет, что покупатели хотят получить спелые и сладкие ягоды, тем более, что цена ежевики достаточно высока. Здесь особую важность приобретает правильный подбор сортов производителям и соблюдение агротехники. Американские сорта – это Black Jam, Freedom, Небеса могут подождать, Кедо, Вашито. Вот эти все сорта, они идут как коммерческие сорта. Идут именно на фреш-рынок, которые стоят по цене хорошего, у них ценник, и выгодно продавать продукцию, так как она идет как премиум класс. Из-за этого я выбрал эти сорта, так как они большие по размерам, вкусные, сладкие, без кислинки. И они очень востребованы на нашем рынке. Только из-за этого. Все преимущества есть. То есть, вот Freedom, который я посадил, вот там дальше, там вторая клетка получается, ну там около, наверное, гектара. Вот этот Freedom, он один из самых крупных, считается, из всех видов ежевики в мире. Она большая. Ее надо с двумя, с тремя прикусами. Сейчас вот виды работы, это первое, вот здесь будет культивация, вот эту всю траву надо будет перепахать. И, естественно, я жду, пока этот побег даст рост, чтобы понимать, где его культивировать по бокам. Потому что он еще пока маленький, и не дай бог, там работник какой-то выдернет траву и выдернет с моей ежевичкой. Из-за этого чуть-чуть мы выжидаем. Но этот междурядие, это да, будем культивацию делать. Сейчас культивация, прополка грядки, потом обрезка будет однозначно и подвязка на этом уровне, на котором она должна была подвязана. И через сколько вы уже потом увидите результат? Урожайность. Урожайность. Тут разные сорта, но по ремонтарным сортам, вот там Фридом, который он, по идее, должен дать уже в этом году сигнальный урожай. Там около то ли килограмм, то ли полтора килограмма с куста, говорят. Время покажет, как говорится. Ну, на следующий год, когда уже вот в этом году, который побеги выскочат, это вот здесь, вот это Вашито, Кэдо сорта, которые они дают побеги. Их мы вот пресекаем на сантиметрах 30, они вырастают уже где-то около полутора метров. Их делаем подвязку. Вот. И она уже, когда уже заполнилось, только, наверное, в следующем году, скорее всего. Так и говорят, потому что это софт другой. А Фридом он дает уже, как вот, вот посадил, в этот год уже он дает урожайность. Ну, такой сигнальный урожай. Ну, тоже можно будет его попробовать, продать, как говорится. Ну, в этом году будет что-то. Да, будем надеяться. На грантовые средства Артур Тлюпов приобрел оборудование и систему капельного полива. То есть, все необходимое для успешного развития своего бизнеса. Но на этом молодой и энергичный фермер не собирается останавливаться. Впереди большие планы. Хотим малину, я думаю, в следующем году будем сажать малину. Это будет, наверное, скорее всего, моровила. Вот. Это сорт тоже такой, ремонтатный сорт, как говорят. Туда дальше, вот, который плантается, туда дальше у нас сидит около трех с половиной гектаров. И я думаю, это будет в следующем году малинник у нас. Он очень тоже востребованный. И именно по вкусовым качествам. Они и крупные такие же, как вот, как вот эти вот, ну, ежевика сама, да. Она тоже такая же, как ежевика по размерам, ну, по калибру я имею в виду. Вот. И по сбыту вроде бы проблем нету, потому что так как это вкусная, как говорится, ну, продукция, да. Вкусная продукция, да, вкусная продукция. И уже вроде бы и сбыт есть. Просто люди сказали, задача вырастить, да, как бы, все грамотно сделать. Все вот эти вот мероприятия, сельхозмероприятия сделать. И потом уже, как говорится, выйдем на рынок, где там уже будет сбыт. Уже на Москву, скорее всего. А вот вы сказали по профессии юрист, да? Да. Откуда знания по выращиванию сельхоза? Ну, я такой, я человек вот такой, что не обязательно быть, как говорится, работником минсельхоза, чтобы понимать это. Это я просто очень разноширокого плана, да, человек. Я люблю во все сферы вникать, где есть прибыль. Это хоть то будет сельское хозяйство, то это будет юриспруденция, то это будет, не знаю, строительство. Как бы мне все сферы интересны. И на этом фоне как бы изучаем все аспекты и учимся уже потихонечку. Ну, первое, конечно, это выгода, а все остальное уже нарастающее, понимаешь, что это и как это. Можно только позавидовать энергии и целеустремленности Артура. Пожелаем ему дальнейших успехов.